здравствуйте друзья сегодня у нас 8 января суббота но я хочу сделать сегодняшний выпуск в связи с тем что в понедельник начинается важные переговоры переговоры между соединенными штатами и россией о так называемой стратегической стабильности это то что тот процесс который начался после женевской встречи между байденом и путиным но сейчас она будет наполнена вот теми так называемыми требованиями ультиматуме которые недавно выдвинула россия вернее кремль через мид в адрес сша и нато это действительно будут очень важные переговоры важное событие и вот американцы идя на них они откровенно говорят что они даже не знаю чем они закончатся но эти события тесно связаны с другими важными событиями которые развернулись практически сразу после наступления нового года я имею ввиду события в казахстане поэтому я начну с казахстана потом мы перейдем к сша россии украине нато и до казахстан по-прежнему остаются открытыми неясными вопросы кто как это все возникло является ли это результатом чей-то продуманной многоходовой дьявольские задуманной и мастерски осуществленной операции во что я категорически не верю ну и к чему это приведет как для казахстана так и для путинского режима закончится ли это ордло теперь уже на севере казахстана или же как раньше говорили некоторые горячие головы в том числе в российском парламенте о том что им нужно не только ордло но и все российские земли которые незаслуженно подарили казахстану во времена советского союза как свое время также незаслуженно подарили крым во времена хрущева ну начнем по порядку я практически убежден что события в казахстане не были результатом хитроумной кавычках операции задуманной великим стратегом современности путиным почему ну читая то что происходило и исходило том числе из кремля я понимаю что ну так так не осуществляется задуманные операции тщательно задуманные и виртуозно осуществляемые ну например еще днем 5 января песков представитель путина заявлял что кремле надеется что скоро ситуация в казахстане успокоиться я сказал что никаких просьб о братской помощи введение войск в казахстан от руководства этой страны не поступало а потом потом буквально в течение нескольких часов все изменилось и было объявлено пашинян объявил решение о дкб срочно ввести туда войска то есть понятно что произошло что то что ну во первых все произошло неожиданно но сначала на деле что это как-то рассосется а потому что совершенно ситуация вышла из-под контроля и пришлось в авраем в авральном порядке применять экстренные меры в виде введения так называемого ограниченного контингента в казахстан второе когда задумывается такого рода операции обычно готовится и информационный фон для него информационный или дезинформационный то есть так называемое активное мероприятие которое объяснят должны объяснить что произошло и почему это произошло но вот смотрите буквально сразу после того как уже ввели туда войска о дкб в основном на российские войска там их численность если если полагаться исключительно на официальное или про близкие к официальным источники то это где-то две с половиной три тысячи хотя в сети гуляют сумасшедшие цифры якобы там чуть ли не до 16000 ну так вот только состоялся войск этого ограниченного контингента как представители кремля сливные бачки или функционеры близкие кремлю тут же начали распространять так называемое активное мероприятие начали объяснять почему возникли эти события в казахстане и почему потребовался вот войск а дкб прежде всего россии из такой генерал-полковник васильев который сейчас в думе возглавляют ни много ни мало фракцию единая россия большой человек раньше был по моему он большим начальником был в мвд российской федерации потом кажется он был полномочным представителем путина на кавказе в одной из республик но очень человек который часто выступает но и должность руководитель фракции единая россия так вот он запустил информацию что события в казахстане явились результатом деятельности или даже сказать можно сказать вторжение профессионалов то ли талибов то ли связанных с талибами террористов из афганистана в их составе там и уйгуры и таджики узбеки кого-то там не было кто их туда послал почему вот так вот сразу и мгновенно и где же они и почему ни один из них не задержан это не было объяснено ну вот пошла первая деза это из афганистана боевики затем выступил в сети человек по фамилии говорящий говорящий фамилии сатановский он тоже является постоянным гостем на пропагандистских про кремлевских телеканалах выступает на радио про кремлевском но уже такой опытный человек хорошо знающий ближний восток он по моему даже какой-то институт там возглавляет я не знаю институт он из одного человека состоит или больше но институт по моему стран ближнего востока так вот он тот же подхватил эту тему генерала васильева и рассказал что это вот люди связаны с талибами или из числа талибов состав который уходит казахи из афганистана казахи узбеки таджики киргизы но в общем чуть ли тут не половина одкб пришло из афганистана мусульманские фанатики и вот они все это закошмалили тоже он не объяснил а кто же кто это невидимая рука который вот взяла и подняла их и откуда они пришли как где этот путь был по которым они прошли буквально проникли во всю страну я веду казахстан с западных ее рубежей и вплоть до в конце концов павлодара это уже северо-восток страны это тоже не было объяснено то есть активное мероприятие вот это объяснение совершенно глупое сырое неподготовленное которое вызывает больше вопросов даже не вопросов смех что опять таки подтверждает что ее приходилось делать вот это все объяснение активное мероприятие буквально что называется на коленке потому что к этому не были готовы таким образом операции вот такого масштаба не готовится и не делается я вам скажу больше для россии я не думаю что эта операция вообще вот эти события и необходимость в конце концов ввести туда российские войска это был какой-то подарок путина скорее всего нет но вот смотрите всем с сейчас путин повязан буквально главным для него вопросом этот тот ультиматум который он выдвинул америке нато глобальная задача перекроить карту европы это его звездный час целиком сущего на это надеется переговоры начинается в понедельник и он единственный человек который в стране принимает решение по этим по этому вопросу тоже мы уже с вами говорили что институты такие как мид не работают в отличие скажем от того же советского союза ну вот то есть ему бы сконцентрироваться на всем этом этот бахов второй фронт казахстан к чему это ему зачем тем более ситуация непонятная вот ввел он войска и что дальше делать то есть там казахстане это может пойти по очень кровавому варианту если это действительно мусульман мусульманские фанатики радикалы какие-нибудь исламские вернее назвал исламские радикалы фанатики то это может закончиться очень плохо ведь как как получается кровавые авантюры сначала вводится маленький ограниченный контингент войск и для решения маленьких конкретных задач но потом он попадает под огонь враждебных сил и к нему на помощь посылается чуть-чуть побольше контингент для защиты первого то же самое происходит и вторым присылается третий контингент для защиты второго и первого и так вот в конце концов получается целая армия в афганистане но что произошло с американцами кто помнит кто кто наверное читал или смотрел соответствующие документальные фильмы или даже художественные вот и и наконец важнейший фактор китай ведь путин сейчас фактически является на пространстве снг как бы смотрящим пекина казахстан это очень важная страна для пекина для для китая кстати первое это беспорядки и волнения казахстане вот эти после нового года они начались на совместном казахско-китайском совместном нефтяном предприятии то есть так просто вот отдать путину карт бланш делай что хочешь казахстане пекин не мог и не дал я абсолютно уверен что прежде всем принять какие-то решения под казахстану в том числе в рамках у дкб путин звонил товарищу си и потом была информация о том что пекин одобрил решение ну а то есть путин открывает второй фронт вернее открывается второй фронт непонятным с непонятными игроками путин туда вводит войска он окончательно решение не принимает и чем это все закончится и зачем это ему все нужно скорее всего я практически уверен что не россия замутила эту эти беспорядки и эту авантюру другая версия была одна из версий что это может быть действительно какие-то исламисты за рубежа не вижу не похоже нету организации не я не видел никто не показал этих исламистов которые говорили на иностранных языках но иностранные языки может там киргизы говорили где-нибудь в аулах которые пришли люди и за улова говорили пришли на площади алматы с выступлениями может знаю киргизы узбеки может там были но я очень сомневаюсь что там были представители талия талибана как-то так вот но нельзя это все скрыть совершенно скрыть чтобы такую поднять заваруху устроить и никаких концов не оставить так так как заговоры и операции не работают и наконец остается последний вариант в том что вот с моей точки зрения это возникло стихийно и это как последняя соломинка которая ломила хребет что ли народному терпению вот они терпели терпели выкрутаться этого старшего жуза назарбаевского но и потом раз в два раза взлетели цены на газ и все и понеслась и причем это то начало в западной западном казахстане и там сразу же возникли политические требования и люди мирно выдвигали мирные требования но видимо некоторые горячие головы из числа родственников назарбаева называет его племянников один из них первый зам комитета национальной безопасности другой кайрат сатабалды это известный такой и про исламистки что ли деятель очень богатый человек ну вот есть такая информация до проходила в западных средствах массовой информации кстати очень тесно эти события отслеживали в сингапуре в местной печати вы скажете сингапур далеко откуда знают ну не скажите сингапур это место где очень активно отмывались деньги клана назарбаева поэтому там знают о казахстане может быть больше чем можно себе представить даже в москве так вот там проходила информация что руководство комитета национальной безопасности сначала это все свалили на самата биша первого заместителя председателя кнб далее вернее сначала привлекли людей из аулов в алмату потом якобы освободили какое-то количество заключенных из тюрем далее возможность захватить здание комитета национальной безопасности дали им возможность захватить какие-то склады с оружием но и вот появились вот эти якобы молодцы вида боевиков толпы людей которые вот устроили те беспорядки которые произошли многие видели по видео в алмате что дальше то есть там знать преобладала стихия в котором каждый сторон попыталась выловить рыбку из пруда свою рыбку но видимо самую большую рыбку все-таки поймал такаев кстати такая говорят очень интеллигентный человек закончил институт международных отношений работал в посольстве в том же самом сингапуре по некоторым сведениям говорят что он даже чуть ли не послом там был очень увлекался лик ванью для него он якобы был чуть ли не пример ролл модел то есть моделью для подражания и якобы хотел он стать таким же лик ванью в казахстане ну и вот может быть он это все схватил как звездный час вот эти события и решил убрать совсем клан назарбаева с поста шефа национальной безопасности но назарбаев которые там многие говорили он улетел где-то там в эмиратах или в китае на самом деле как оказалось по последним сведениям назарбаев никогда никуда не уезжал он активно вел свою работу защищая интересы своего клана и в результате все сначала прошла информация что такая хотел все свалить на абиша первого заместить это один из племянников назарбаева и первый заместитель председателя комитета национальной безопасности и якобы его даже арестовали но проходит день и поступает из каньбы только на следующий день опровержение что нет никто его не арестовал он продолжает выполнять свои функции а вместо этого арестовывают карима масимова дважды пример министра и до последнего времени вот на тот период когда были все эти события он был как раз председателем комитета национальной безопасности это конечно ну как гром среди ясного неба это вот как советском союзе был арест берега я вам скажу так действительно дважды пример министр довереннейший человек назарбаева потому что именно назарбаев его на эту должность назначал свое время человек теснейшим образом связанные с тимуром кулебаевым зятем назарбаева женатым на его средней дочери человека который фактически возглавлял или был здесь председателем возглавлявшим всю экономическую империю клана назарбаева которым фактически принадлежит но все отрасли экономики страны которая принимала приносит хорошую прибыль более того крема принимал активное участие в отмывании денег семейства назарбаевых через банки в эмиратах допустим через тот же сингапур ну и с другой стороны его биография очень такая интересная там есть темные пятна которые я вот зашел ради интереса википедию но потом еще прогнал через угол google я не нашел очень яркой странице его биографии которая называется связь с комитетом государственной безопасности а это интересно потому что у меня есть документы которые подтверждают это чуть ли не целый файл о чем речь он учился в средней школе казахстане учился хорошо физико-математической школе хорошо успевал по математике и уже в десятом классе нему сделали предложение о том чтобы пойти учиться высшую школу кгб имени дзержинского учитывая его способности к математике речь шла о учебе на четвертом факультете радиоэлектроники то есть проще говоря это правительственная связь или там дальняя связь с агентурой или правительство связь внутри страны в восемьдесят первом году его утверждали на уровне председателя комитета государственной безопасности казахстана на таком уровне направили в москву восемьдесят первом году он был зачислен стал военнослужащим принял пись присягу подписал обязательствовали расписку о доклад необходимости докладывать информацию это во всех вопросах касающихся национальная безопасность государственной безопасности своему непосредственному начальнику и начал учебу и все было хорошо но потом через некоторое время начинается странности с человеком то есть ему разонравилось учиться радио электроника оказалось это не его не его стихия и он как-то так сник как писали его преподаватели перестал проявлять активность в общественной работе выступать на семинарах в общем махнул рукой на учебу и в конце концов написал рапорт с просьбой его отчислить с ним проводилась масса бесед как это все это все идет из рапортов из его личного дела но он был непреклонен тогда начать его все-таки отчислили и год он провел в одной из воинских частей в подмосковье но расписка о том что он обязуется если к нему приходит информация касающаяся вопроса национальной безопасности она на всю жизнь остается в его личном деле 84 год он вот в этой воинской части 85 он оказывается в университете дружбы народов патриса лумумба где изучает арабский язык так это официально для меня это большая да и он его закончил где-то вот как говорят 88 год такого быть не может потому что не может быть никогда университете дружбы народов но я беру это я представляю это экономики и права там вели еще историко-филологические где факультативом ввели арабский язык но там надо учиться это если без подготовительного факультета где изучали то есть только иностранный язык было невозможно то есть это это минимум шесть лет учебы но никак не три ну ладно бог с ним то есть это он учился где-то что опять не состыковывается но после этого до университет дружбы народов при этом высшая школа кгб он уже написал расписку а университете дружба народов на тот момент обучалась где-то представители 110 стран и человек заканчивает арабский язык изучать и сразу после этого его посылают в китай в пекинский на то ли университет то ли юридическую юридический институт для совершенствования языка уже китайского а потом ухань он в ухань а также совершенствовал свой язык а потом его посылаю сразу в колумбийский университет это все в советском союзе это конец 80-х вот так вот залп от него китай и соединенные штаты и все это главный противник но не мог первое главное управление кгб ссср пройти мимо этого парня и потому как его направляли из одного в другой и он 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 то есть если человека посылает в одну командировку год он возвращается обратно с него информацию надо снять дать ему отдохнуть подготовить другой а так он ну просто просто как джеймс бонд какой-то то есть я практически уверен что он был связан с внешней разведкой кгб и потом через некоторое время дослужился до пример министра казахстана важной страны для россии то есть для путина для фсб свр это их человек и вот теперь его арестовывают и обвиняет государственные изменения и вот как это все соединить одно с другим а по россия приходит до помощь назарбаеву который сейчас вот взял вернее книги назарбаеву атака его который сейчас взял и посадил их него человека обвинив государственные измене то есть это какая-то конечно страшная банка или или я не знаю сосуд со змеями которые шипят копошатся и и что из этого все выйдет одному богу известно но суммируя все вышесказанное из того что известно пока сейчас известно мало потому что но вы понимаете источники обрезаны связи надежные нет у меня есть хорошие источники казахстане на связи с ними нет если устаканится связь как говорил стили что вы свистой без связи ничего установится связь узнаю побольше а пока я считаю так что-то мне подсказывает вере не что-то вся совокупность информации которая имеет имеется в наличии сейчас что у путина даже в мыслях сейчас нет остаться там не то что навсегда а даже надолго и у него даже мысли нету превратить вот это временный контингент который туда заслали то ли две с половиной то ли три тысячи расширить его до каких-то существенных цифр и попытаться что-то там замутить скажем так на севере казахстана или превратить такая в свою марионетку кстати такая в полу вчера все тоже имел телефонный разговор с путиным и он же такая предложил путину провести видеоконференцию с остальными членами о дкб и я думаю что на этой в этой видеоконференции речь будет идти о сроках пребывания временного пребывания вот этого контингента на территории казахстана я думаю что такая этот вопрос уже обсудил с пекином и пекин уже видимо дал понять или отмашку или просто понять дал путину что надо готовиться как только ситуация там уляжется пыль осядет надо готовиться к выводу войск но это и правильно будет потому что путину в ближайшее время надо бы полностью сконцентрировать внимание на западном направлении сша нато и украина и с этим мы сейчас перейдем к ко второму вопросу сегодняшней повестки дня но вот связи с предстоящими с начинающими все в понедельник американо-российскими переговорами о так называемой стратегической стабильности американцы последний раз оценивают что происходит фактически на границе украины согласно их последним данным там сконцентрировано примерно 52 батальонные группы и общее общая численность живой силы примерно 100 тысяч человек и предполагается что в течение где-то двух недель россия имеет возможность увеличить эту численность чуть ли не вдвое таким образом вот с точки зрения временного фактора предполагается что где-то сначала до конца февраля если путин примет решение совершить игры открытую агрессию то вот это время до конца февраля потому что там дальше начнется слякоть весна и условия для военных действий будет гораздо хуже накануне переговоров это в пятницу до буквально за три дня до переговоров была запущена утка через крупнейшую телевизионную компанию сша nbc утка о том что сша готовится ходе этих переговоров которые начинаются в понедельник предложить россии вернее даже накануне переговоров до начала переговоров объявить о том что они отводят готовы отвести или даже отводят свои войска из восточной европы на это последовал письменный ответ представителя белого в котором было закона сказано что это ложь наоборот речь идет о том что на этих переговорах соединенных штатов скажут что в случае если кремль поведет себя неправильно не проявит конструктивность в ходе этих переговоров то соединенные штаты наоборот нарастят свое присутствие восточной европе и увеличит свою военную помощь украине ну и наконец вчера неожиданно надо сказать выступил с таким энергичным заявлением которое длилось примерно минут 20 выступил госсекретарь в сша тони блинкин это кстати я уже говорил что очень хорошо что вот эти переговоры они будут проходить под гидой под руководством госдепартамента совет национальной безопасности соединенных штатов будет уже на вторых ролях что я считаю хорошо с технической точки зрения неожиданным это было выступление блинкина потому что накануне за несколько до этого представитель белого дома всякий она заявляла что мы не будем вести публичные переговоры потому что они превратятся так выражаясь русским языком превратятся в базар мы будем вести их как ведутся дипломатические переговоры чтобы достигать результатов они заниматься пиаром но это очень хорошо и считаю что блинкин сделал вот это заявление потому что он обозначил красной линии и для россии что она может а что она не может ожидать от этих переговоров а также красной линии для администрации байдена за которые то есть дальше которых она не может отступать и уступать она этот это заявление прочертила красную линию за которую уже при всем своем желании американская делегация отступать не сможет потому что это публичное заявление это будет уже потеря лица это будет удар по престижу по позициям не только администрации байдена но и всей демократической партии накануне приближающихся промежуточных выборах а потом там и президентских и так какие же линии он прочертил надо сказать как говорил дед щукарь он дал отлуп всему тому что наговорили за прошедшее время вот с декабря месяца представители российского мина представители российского парламента представители кремля это было фактически вот он он вывернул наизнанку всю позицию кремля все что они нагородили за все это время то есть он все это четко разграй он показал кто такая россия и что она вот сейчас пытается сделать и что у нее и почему не получится ну прежде всего он объяснил россии очевидное но она это не понимает что россия является агрессором прозвучал это слово агрессор что россия произвела пробила произвела военную оккупацию значительной части украинской территории она является оккупантом и в настоящее время она концентрирует дополнительные контингенты войск для того чтобы еще расширить возможно эту оккупацию далее очень важная мысль была он сказал что по поводу минского процесса вот разговор этот минский процесс ох какая-то ужасная он говорил ничего ужасного надо только говорить иметь виду какой минский процесс так вот он объяснил блинкин что что имеет виду администрация сша под минским процессом он сказал что россия не выполнила ни одного положения минского процесса ни одного более того сказал блинкин она еще хуже сделала вместо того чтобы какие-то вопросы решать и способствовать продвижению минского процесса она делала все наоборот и ухудшала минский процесс и в частности сказал он вот делая все это осуществил агрессию военную оккупацию россия пытается представить себя не стороной конфликта то есть не агрессором а посторонним как бы так наблюдателем это то что я не устаю неоднократно это все говорил это то что это резолюция 3314 при соединенные штаты практически открытым текстом говорят что они могут сделать и сделают то на предстоящих переговорах что должна была сделать украина с 2014 года к сожалению этого не сделала ни предыдущая администрация порошенко не нынешняя поставить вопрос о признании россии агрессором согласно резолюции генеральной ассамблеи 3314 наконец-то это все прозвучало таким образом вот то что он сказал бы секретарь в свое выступление это осиновый кол в минский процесс в его понимании кремлевскими и for который включает формулу штанмайера я говорил что нет минский процесс мертв сразу же после проведения мил женевской встречи байдена и путина вот сейчас блин кин это очередной раз подтвердил далее госсекретарь перешел к обвинениям россии в адрес на то что это агрессивная организация она угрожает безопасность и так далее он объяснил россии что нато это оборонительная организация он еще раз объяснил что нато никогда не давала обещания представителям советского союза и российской федерации о том что она она не будет куда-то там продвигаться что нато не будет применять принимать в свои ряды новых членов потому что это одно из основополагающих положение хартии нато то когда она была принята в 1949 году это политика открытых дверей и россии никому-то другому просто бессмысленно ставить вопрос о нерасширении нато потому что не может быть никогда это будет решать нато и те страны которые захотят в него вступить он очередной раз объяснил непонятливым в том числе путином который там твердя что вот нам обещали обещали нам тот обещал нам все госсекретарь официальной речи сказал что горбачев в своем интервью 2014 года подтвердил что никогда не стоял вопрос о нерасширении нато и госсекретарь бейкер который тогда был на котором почему-то любят вот эту утку об обещаниях почему-то именно бейкеру любят приписывать представители кремля мида российского и про кремлевских средств массовой информации так вот бейкер тоже говорил что никто никогда не давал этих обещаний блингем напомнил что в то время когда ты был действительно оборонительным альянсом и после краха советского союза эта организация в значительной степени свернула свою деятельность и свое присутствие военное присутствие на европейском континенте россия за последние 20 лет при путине она что только не творила она нарушала соглашение о сокращении вооружений она при нем он применяла химическое оружие внутри своей страны и за рубежом и тут назвали были названы конкретные фамилии скрипалей россия поддерживала и продолжает поддерживать самых кровавых диктаторов которые еще остались в частности вот в сирии и наконец она провела две агрессии против двух стран и в случае с украины она держит под оккупацией значительную часть территории этой страны и сейчас как говорит блинкин вместо того чтобы обсуждать вопрос о своей агрессии и ответственности за свою агрессию россия пытается перевести стрелки и начать обсуждать нато госсекретарь сказал то что делает россия при путине это грубейшее нарушение основополагающих принципов международного права о которых я здесь неоднократно говорил это не насильственное изменение то есть отказ от насильственном изменении государственной границы второе как член мирового сообщества страна которая подписывает соответствующие договора должна их исполнять а если она их не исполняет она должна нести ответственность вот эти два принципа которые грубейшим образом нарушала россия под руководством владимира путина и как сказал госсекретарь здесь речь даже идет нет украине и не столько о украине сколько это даже не вопрос не только европейской безопасности это вопрос о глобальной безопасности всего мира на чем держится весь мир и порядок и вот об этом американская делегация и хочет поговорить с российской делегации на предстоящих переговорах то есть фактически американцы переворачивают доску наоборот и вообще-то они оставляют за бортом возможных переговоров все то что все те хотелки которые выкатил мид российской федерации от имени кремля там они расширения нато непринятие украины ранее при не размещении где-то там каких-то видов вооружений американцы хотят поставить вопрос о выполнении не выполнение вернее россии фундаментальных принципов международного права о агрессии и как сказал блинкин украина будет краеугольным камнем что ли предметом основным предметом на всех пик всех переговоров которые будут проходить на трех площадках начнется это все в понедельник с площадки россия сша именно этой площадке кремль даю уделяет особое внимание считая что если что-то произойдет то именно там но потом будет диалог нато россия и наконец о бсе россия и и там же будет украина блинкин подчеркнул важнейший принцип который сша будут применять в этих переговорах это не один вопрос касающийся какой-то страны не будет решаться без присутствия этой страны и без ее ведомо на этих переговорах вот такая вот ситуация то есть на хотелке ультиматумы кремля соединенные штаты выдвинули альтернативную фактически повестку переговоров которые полностью перечеркивают российскую повестку переговоров и что дальше что произойдет это большой вопрос вопрос номер один во первых американцы признают что им пока не ясно на сто процентов в чем цель вот этого демарша который предпринял кремль мид россии связь этими ультиматумами то есть есть представители в администрации в госдепартаменте которые считают что так как были сформулированы то есть вот эти ультиматумы настолько были сформулированы идиотски вызывающие что кремль изначально ставил задачу написать их так и сформулировать так чтобы американцы их отвергли а тогда это дает зеленый свет кремлю для осуществления военной агрессии для второго этапа открытой уже военной агрессии против украины здесь многие у меня кстати здесь на канале но я читаю российские средства массовой информации да и соединенных штатах америки критики задают вопрос а зачем американцы вообще согласились разговаривать с россией с путиным по вот этим вопросом по этим ультиматумом поскольку они звучат совершенно безумно и многие считали что то что байден согласился даже поговорить это свидетельство это его слабостью оказывается нет не так то есть в западном мире принято прежде чем дать в морду извините за выражение поговорить и пытаться предотвратить мордобой я помню покойный борис березовский любил это высказывание он беседовал как-то с квасневским этот ему сказал в чем разница между русскими и поляками и квасневский сказал березовского что поляки бьются до первой крови россияне они бьются да ну так вот на западе принято пока пускай прежде чем пускать кровь разбивать нос друг другу поговорить это в природе у человека хотим он отличается у него есть язык у него есть ментальность какая-то люди их в отличие от животных как-то должны общаться сначала и если ты не поговорила сразу а потом сразу просишь у конгресса допустим разрешение вступить в провести военные действия вот его наказать то тебе никогда этого не разрешат все скажут а что ты сделал для того чтобы предотвратить это то же самое касается нато если отвергнуть переговоры с россией а потом призвать к нато давайте сейчас все мобилизуемся и набьем путину начислим ему пятак то в нато будет раскол то есть и для внутренней аудитории в сша в том числе в конгрессе и для нато единственно это нужно было дать или при не продемонстрировать готовность соединенных штатов урегулировать вопросы поднятые поднятые этим безумцем то есть даже шариковым сначала говорили пытались и дочь потом когда становится понятно что разговоры бесполезны ну потом ну что ж мы свое дело сделали все что от нас зависит мы поговорили а теперь давайте делать действовать иначе вот так принципе объясняется почему американцы пошли все-таки на эти переговоры но они говорят вот тоже самое высказал эту мысль блинкин мы не знаем как вас себе вот это россияне мы вполне допускаем что они могут развернуться все мы не хотели не хотели нас услышать мы разворачиваемся все мы дальше будем принимать как они сказали военно-технические меры ну на этот случай все то есть нато согласно внутри согласие в соединенных штатах америки последнее сведение данные о том что собирается предпринять америка на военно-технические меры америка америка ответит но это называется чудовищными санкциями но они будут сродни экономической войне этого будет достаточно для зачем зачем скажем применять экзотическое оружие когда можно из рогатки подбить воробья не нужна для этого не нужна пушка речь идет о чем кстати тут не на нее неоднократно меня спрашивали поскольку много раз возникало последний вопрос а могут ли соединенные штаты и европа отрезать россию от свифта могут несмотря на то что свифт это частная организация но вот в случае с ираном отрезали да причем достаточно просто соединенные штаты могут сделать для этого даже закон не нужен уже есть соединенные штаты закон о национальной безопасности согласно которому джо байден одним своим президентским указом может сказать что в целях обеспечения национальной безопасности мы не можем позволить проведение коммуникации по транзакции финансовым транзакциям которая проходит у нас то есть тем организациям которые у нас совершают вот эти коммуникации по финансовым транзакциям если проводят с россией то есть мы этой организации не можем позволить работать и с россией и с нами и все ну свифт кого он выберет транзакции на территории соединенных штатов они занимают облинную долю всех транзакций свифта или же с россией но даже то есть уже уже просчитали что это будет жестокий до сильный удар но россия уже готовилась к этому уже в россии есть какая-то альтернативная сеть то которая составляется 7 на через который проходит сейчас где-то 17 процентов финансовых транзакций вернее коммуникации информации всего 17 процентов транзакций внутренних в россии проходит через альтернативную но китая может помочь но и там где-то 20 процентов ну вот и все но тогда придется перейти на то что чем занимались 80-е годы телефон телекс сложнее но тем не менее то есть полностью отрезать невозможно а речь идет то есть от финансов финансовую систему страны отрубив от свифта но есть более артикальные варианты речь идет о том чтобы внести в черные списки целые сектора российской экономики или крупнейшие государственные предприятия которых зависит само существование функционирования российской экономики как-то газпром роснефть банки не в школу втб ну и так и так далее и вплоть до сбербанков то есть это фактически если россия осуществляется войну в украине соединенные штаты и союзники принципе это договорено объявляет россии экономическую войну ну и как сказал блин кенда и до этого это подтверждал там тот же столтенберг из со стороны европы это звучало благодаря путину достигнута единодушия что если он предпринимает эти действия то вот то что его ожидают но если вы то есть блин кен говорит и американцы говорят мы не знаем мы не уверены на сто процентов то есть вот обозначили красную линию но мы не уверены примут ли россияне начнут ли про переговоры если начнут переговоры в рамках тех красных линий которые вот обозначил блин кен окей хорошо но если нет но тогда посмотрим что он предпринять плохом случае то есть военно-технически россия никогда не раскрывала что твои на что такое военно-технически но может эскандеры другой краской покрасит кто его знает кстати об эскандерах единственный предмет переговоров где может быть взаимопонимание согласно американцам это возможность какого-то отведения обоюдного отведения войск от линии разграничения в на восточном фланге нато то есть скажем так сейчас в странах балтии и по моему в польше насчитывается всего шесть тысяч американских военнослужащих то есть всего ничего по сравнению с тем концентрация российских войск скажем у той же ельни да то есть американцы в принципе могут рассмотреть вопрос что они уменьшат их или отведут дальше на запад но то же самое сделает россия на своей территории возможно обсуждение вопроса о неразмещении моратории ракет средней дальности но для этого россии нужно будет убрать свои эскандеры из калининграда и по имеющейся информации там есть ядерные заряды нужно будет также их оттуда то есть нуклеизировать нуклеизировать калининград ну вот что нас ждет и теперь посмотрим что произойдет в понедельник и во вторник если работа продолжится во вторник в среду там и так далее без визгов хлопание двери дверями там и так далее значит процесс пошел если начнется визг писк истерики никей сердеевич хрущев любил это делать хлопать дверями вот особенно когда у 2 сбили на территории советского союза говорит там страшная страшная гадость и до пресс-конференции но посмотрим что будет теперь так что нас ждут интересное но достаточно тревожное времена ну вот на этом позвольте закончить сегодняшний стрим и до скорых встреч